Всем привет! С вами Александра Блокова из кинофильма «No Me Down» а.к.а. «Русалка на Суши». Я из очень творческой семьи. Моя бабушка была заслуженной артисткой Российской Федерации Алла Блокова, актриса театра. В детстве я была телеведущей на канале Ставропольском. Передача называлась «Снежный возраст». И я всегда знала, что я хочу работать в творчестве, я всегда знала, что я хочу быть актрисой. После того, как я закончила университет в Сан-Франциско, я решила рискнуть поехать в Сан-Анджелес. Месяц после моего пребывания тут я прошла через несколько кастингов. И из тысячи актрис, включая некоторые дневники, я получила лидирующую роль в университете. В университете я училась на политолога. Приехав в Лос-Анджелес, я работала в студии с Иваном Чабок. На данный момент я работаю с Шерем Комик. Она является именно в Университете в Сан-Франциско, в факультете драмы. Она также опубликовала очень много работ по методам Станиславского и на ней книги, по атистинному анализу и так далее. На самом деле, поначалу, прочитав слово «русалка», я немножечко закатила глаза, потому что я решила, что это будет про какую-то принцессу, которая ждет своего куниса, счастливаясь на побережье. Но прочитав сценарий, который, кстати, победитель нескольких премий, также финалист в соревновании «Шойлайн Скринплей Компетиций». И это один из самых престижных соревнований для сценария во всем мире. Я прочитала этот сценарий и меня очень сильно вдохновила. И меня заинтриговало то, что это абсолютно новый концерт «Русалки». Наш режиссер Джек Преграумен и наша продюсер Кейл Бейтер, их видение этой «Русалки» – это абсолютно другой персонаж. Они хотели ей сделать наколки по всему телу, но потом они поняли, что это, наверное, очень прогрессивно. «Русалка» не является каким-то клише, а наоборот, они хотели создать что-то новое, абсолютно новый образ, новый персонаж. Меня заинтриговала работа характера, разрабатывать этот персонаж. Мне было очень интересно работать без слов, жестами, глазами, выражениями лица. Мне понравилось физически эта героиня, мне понравилось то, что у нее какие-то дреды волоса, у нее водоросли растут из головы, она привязала себе какой-то ключик, который она нашла, когда натусовалась каким-то пиратом. И что она вся такая животная, нечеловеческая, в то же самое время она безобидна, она и дикая. Мне это очень понравилось, я не чувствовала какие-то грани в этой роли, мне было очень весело. Наш режиссер такой смелый. Обычно новички стараются как-то быть поспокойнее, не делать ничего резкого, не делать ничего индивидуального, даже оригинального. И мне понравилось то, что он не боится рисковать, он не боится смешивать жанры, разрабатывать абсолютно новые персонажи, новые взгляды на вещи. Мне это очень понравилось, меня это заинтересовало. И мне нравятся очень сильно персонажи то, что она не какая-то там супергероиня, которая такая силачка всех, такая тушь-тушь-тушь. А наоборот, она очень безобидная, она дикая, но она безобидная. И главные героини, так же как и невидимка по сюжету, невидимку никто не видит и не слышит, она считает, что ее просто игнорируют. И в результате эта невидимка помогает русалке, которая в результате всех спасает, спойлер. Но мне вот это вот очень нравится, вот это вот качество, что не всегда все самые громкие, самые яркие, самые крутые являются героями, являются самыми хорошими, важными персонажами. То есть стоит приглядеться к людям, не сбываться иногда. Те, кого мы не замечаем, являются, у них есть что-то такое адсорбанное. К сожалению, наш фильм попал под пиратство до выпуска. Конечно, мы польщены, что наш маленький фильм заинтересовал столько многих людей в связи с пиратством. Это дисквалифицировало нас от некоторых фестивалей, включая со мной нас и так далее. Но не беда, потому что у нас дистрибьюшн по всему миру. Из-за этого пиратства я видела, что на очень многих сайтах русских есть этот фильм, наш фильм «Пусалка на суше». В ужасном-ужасном качестве. Обрубленный фильм. Я не хочу обидеть переводчиков и диклёров, но я сама выросла на кинофильмах ТСДС. Каламья Питчерс представляет и всё вот на таком одном дыхании рассказывается. И, к сожалению, это портит сюжет. И поэтому, если у вас есть возможность знания английского языка, я рекомендую всем посмотреть также на английском языке. Вообще смотреть, стараться смотреть иногда фильмы на языке, на котором их выпустили. Потому что в каждом переводе всегда что-то теряется. С каким актёром или актрисой я бы хотела сняться? У вас не хватит времени? Ну, с кем, с кем? С Николашем Кейджем, конечно же, с кем еще? На самом деле очень много актёров. И они не обязательно, чтобы они были знаменитые актёры. Я хочу работать с актёрами, которые в этой сфере не потому, что они хотят быть знаменитыми, или крупными и богатыми. Потому что это их жизнь. Они этим живут. У них кайф находиться по 15 часов на съёмках, в ужасных вообще условиях, в ужасной обстановке. Мёрзнуть или, наоборот, от жары задыхаться. Но у них вот этот вот кайф. И это очень заразительно, когда ты находишься на съёмках, и когда у тебя сцена и игра с такими актёрами. А также работать с Джеффриом в очередной раз. И не раз. И с режиссёрами, которые не боятся чего-то нового. Действительно любят работать с актёрами. Можно ли рассказать немного о моей личной жизни? Абсолютно нет. Личной жизни нет. И когда я не на съёмках, я на кастингах. И когда я не на кастингах, я на съёмках. Вот и в личную жизнь. Мне очень-очень нравится. В чём есть пёс? Он боксёр. Мермаидаун официально выпустили 15 октября. В связи с тем, что у нас так быстро растёт аудитория, фильм теперь выпускают в селект кинотеатрах по всему миру. 29-го числа как раз к Хэллоуину выпускают наш фильм на береге «Брэнбокс». А также в январе 2020-го выпускают береги через Волман по всему миру.